Каждое автотранспортное предприятие имеет свой собственный личный кабинет, в котором видит парк подключенных автотранспортных средств. При заходе на него видит подсчет с точностью до пары минут, где находится сейчас машина, карта маршрута, с перевезенными пассажирами и остановками на маршруте. На экране автоматическая система подсчета пассажиропотока, разработанная ульяновской IT-компанией. Менее качественные немецкие датчики с почти таким же функционалом ушли с рынка. Глазом не успели моргнуть, как их тут же заменили нашим софтом, который и дешевле, и точнее. Любые видеофрагменты можно просмотреть глазами, проверить точность подсчета, в отличие от датчиков, которые представляют только цифру подсчета. Ну и вообще будущее за видеоаналитикой, поскольку они позволяют соответствовать постановлению 969-му, постановлению правительства, обеспечить безопасность на транспорте, контроль всего того, что происходит в нем. Око большого брата все видит, в хорошем смысле. Многие владельцы автопарков сталкиваются с проблемой правильности сбора платы за проезд. Проблема решена. Судя по отзывам довольных клиентов на сайте компании, система работает на 5 с плюсом. Например, внедрили сервис сначала в один автобус. Только за первый месяц выручка внезапно выросла более чем на 10%. В этой связи выгодно подключить весь автопарк и не беспокоиться об упущенной прибыли. Допустим, я блогер потажный. Захотел себе куртку, как у Джареда Лето, или кардиган, как ходил Капейн. Отсканировал понравившиеся фото при помощи удобного софта, что разработала ульяновская IT-компания. Решение так называется – подбор одежды по фотографии. Система машинного обучения компьютерного зрения выделит человека на изображение, игнорируя лишний контент, проанализирует объекты одежды на фото и предложит похожие варианты из какого-нибудь интернет-магазина. Или вот, решение для производства – машинное зрение. Пригодится там, где нужно свести к минимуму влияние человеческого фактора. Направление машинного зрения, оно занимается тем, что мы как раз-таки импортозамещаем. Многие технологии, которые раньше, например, представляла компания Когноз, ЗИК и так далее, то есть это преимущественно контроль качества производимых каких-то продуктов на конвейерах, непосредственно контроль качества этих конвейеров. В ульяновской компании также разработали сервис для автоматизации коммуникации. То есть нажал руководитель две кнопки и разослал персональные сообщения сотням сотрудников разом. Это малая часть возможностей. И тут и информирование команды, и сбор обратной связи, удаленная адаптация новых сотрудников. История возникла как раз-таки в эпоху импортозамещения, как раз-таки когда все компании из классических отраслей ринулись пытаться автоматизировать работу своим персоналом ввиду удаленки. И вот продукт родился как ответ на эту потребность. Кстати, неплохо IT-компания зарекомендовала себя и в качестве работодателя. В штате более 170 человек, и он расширяется география. Почти вся страна. Можно работать удаленно. Павел Патриков, Юрий Давыдов, репортер 73.